Если ранее в законе о мобилизации, условно назовем его так, в статье 25-й был только один критерий, то есть это предприятия, учреждения, организации, которые получили мобилизационные задания, имели право бронировать своих сотрудников, то сейчас расширяется перечень лиц, которые могут бронировать своих сотрудников до четырех, то есть это уже, как упомянутые предприятия, которые получили мобилизационные задания, также это государственные органы, учреждения, которые обеспечивают надлежащую работу тех или иных регионов, также это предприятия, которые непосредственно обеспечивают вооруженные силы Украины продукцией, товарами, и то, что сейчас самое, скажем так, на слуху и самое важное, это предприятия критической инфраструктуры, то, что стало очень важным после последних ракетных обстрелов, и, соответственно, это также стало тем стимулом, который повлиял на скорость принятия нового закона, внесения изменений. Соответственно, что это предполагает? То, что предприятия, которые очень важны для нашей экономики, которые фактически обеспечивают нормальное функционирование экономики и жизнь населения на территории Украины, они будут обеспечиваться дополнительными гарантиями бронирования сотрудников, тех специалистов, которые критически важны для обеспечения их деятельности.